Сегодня приготовим гуляш. Это старинное блюдо, но его никто никогда не забыл и не забудет, потому что это вкусно. Вот так порежем мясо, нарежем лук, разогреем сковородку, обжарим мясо. Мясо выделит свой сок. И у нас есть два варианта. Один вариант мы будем выпаривать эту водичку, другой вариант мы ее будем сливать в мисочку. Когда мяса много, я сливаю в миску. Но поскольку сегодня я готовлю немного, это очень быстро выпарится, нет смысла заморачиваться на сливание в миску. Вот мясо выделило сок. И мы его сейчас выпарим. И после этого будем обжаривать до корочки. Есть два варианта. В этот момент можно положить муку и обжарить, чтобы она весь этот сок в себя впитала. Но тогда придется отдельно на другой сковородке жарить лук и томат. Более ленивый способ, но более расточительный, скажем так. Это сейчас дождаться, пока выпарится до конца. А потом уже положить лук. Добавляем лук. И добавляем масло. И добавляем масло. И добавляем масло. И добавляем мясо с луком. Отдельно обжариваем томат. Томат у меня с косточками, потому что я делала его сама из своих помидор. А косточки решила не удалять. Так будет вкуснее. Добавляем муку и обжариваем миски с мясом и луком. Добавляем томат. Добавляем воды. Солим. Перчим. Лавровый лист. Накрываем крышкой и тушим до готовности. Минут 40-50. Но проверять все равно надо. Мясо разное, поэтому готовность определяем сами. Я добавлю еще стакан жидкости. Поскольку очень люблю подливку. Наш гуляш готов. Он получился очень вкусный, ароматный. Мясо получилось очень мягкое. Советую попробовать приготовить. Это очень легкое и вкусное блюдо. И будьте здоровы!